всем привет спасибо за ваши поздравления которые вы мне отправляли вчера утро наше началось с очень приятно кого-то был завтра суши у меня это был второй завтрак поэтому мы подкрепились и сегодня будет у милены контрольная работа по природе они конечно с учительницы что-то там готовились но в общем надо еще что-то и помочь и помочь по математике это я вам говорю к тому что если милена я у нее спрашиваю что по контрольной что задавали если нужна помощь что я тебе помогу расскажу если по математике что-то непонятно потому что зачастую дети боятся говорить учителю о том что они что-то не понимают а потому что другие наверно подумают что ты тупой по крайней мере то мы вчера с русланом размышляли я говорю слушай я говорю в школе никогда не поднимала руку и не говорила что мне что-то непонятно я всегда молчала хотя я вообще не понимала он говорит я так же иначе говорит руку поднимешь начнешь спрашивать все подумают что ты тупой я говорю зато сейчас я наверное я все время руку буду поднимать чтобы мне объяснили на миллион то что можно что если ты скажешь что тебе что-то непонятно так что он как будет выглядеть как выглядит сама тесты что-то вот по всему этому блоку будет а как я тебе могу помочь подготовить а просто рядом не давай тогда с математикой мы с тобой я тебе объясню договорились компьютером так и не выдали милена занимается поэтому планшете по ипаду до математике они проходят вот эти дроби вот эти сейчас мама все пересмотрит потому что если честно я тоже не знаю а чтобы помочь мне надо узнать если как и кричать и если что-то мне придется нанимать репетитора по математике потому что я в математике не сильно папа вставай просыпайся у нас папа математик я гуманитарий план у нас ты тоже гуманитарий ты не математика гуманитарий это вот русский язык общение все что связано с этим математика это цифры 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 ладно сейчас я подумал как это все делать и попробую помочь а то в понедельник у нее контрольная работа по математике нужно ей помочь на ужин готовлю снова рыбу я вам говорила что я покупала по акции две упаковки треска в этот раз положу сливочного масла несколько кусочков и лук шалот у меня просто он был он как раз такой при приготовлении сладковатый вот попробую сделать с луком шалот и сделаю сейчас соус из сметаны и зелень и все это заправлю и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жирок у нее какой Значит гарнир у меня будет Я сварила кашу Ячневая, по-моему Ячневая каша Вот на Украине Есть каша, называется Арнаутка, она такая желтенького цвета Вот я очень ее любила Мы готовили ее всегда в скороварке И было ну просто изумительно Ни в России в Вишкороле я нигде не могла Найти эту Арнаутку Все время покупала и все было не то И сделала салат У меня оставались крабовые палочки Со вчерашнего дня Когда мы суши делали Я сварила 3 яйца Причем яйцо нужно варить так, чтобы желток не был Такой знаете зеленый Вон видите какой желтенький Вот он, желточек То есть не варить его там Столько минут, чтобы он там позеленел, посинел Кукуруза, китайская капуста И зелень Вот Каждый будет заправлять его себе отдельно сметаной И все И будет всем счастье Еще сейчас сделала тесто Оля мне вчера прислала классный рецепт Во-первых, она мне прислала сначала свои Выпечку Я и так люблю вот эти Рогалики Сейчас сделала тесто Приготовила, убрала его в холодильник на час Делала по рецепту, который мне Оля прислала Вот Так что я жду, когда Ой, на час На 30 минут Жду, когда полчаса пройдет И я буду готовить эти рогалики тоже Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ароматы творога стоят на всю квартиру Именно выпечки такой творожной Я же ведь рогалики делала Они же творожные Там полкилограмма творога Все Я их немножко еще допекла Потому что в середине были немножко они сыроваты И теперь они остыли Посыпала их сахарной пудрой Вкусные получились? Ну, слава богу Вот что-то у меня получилось Внутри они вот такие Вкусненько Я, знаете, раньше со школы, когда приходила Училась, по-моему, в первую смену Мама тогда не работала Я прихожу со школы домой А у нас, знаете, дома пахнет вкусно обедом Какой-то выпечкой И для меня это всегда было такой, знаете, вот Ароматы такого уюта А мама у меня всегда готовит что-нибудь вкусненькое Ну, вот всегда То есть какие-то салаты там Что-то делает Что-то это То есть мы всегда вкусно кушали И вот эта, видимо, привычка вкусно поесть У меня осталась Поэтому я всегда Кто ж мне теперь Кроме меня никто не приготовит, да То, что мне там хочется И я смотрю в холодильнике так Что у меня есть Что из этого можно вкусненького приготовить А что мне хочется То есть я всегда исхожу из того Что мне хочется В принципе И если я увидела рогалики у Оли Поняла Ага, у меня есть в холодильнике творог Я думаю А как же мне этот творог использовать И вот Оля мне вчера прислала видео И я думаю Легко Добавляю в холодильнике творога